Сегодня у нас, продолжая традицию внезапно поворачивать на 180 градусов изложения, мы возвращаемся к теме установка программ. И на этот раз будем говорить про установку программ не из репозитория, потому что с репозиторием все хорошо, и мы поговорили, когда говорили про пакет репозиторий, что вот у нас есть диспетчер пакетов, который работает с репозиториями, и тот, который команд-лайн-вый называется просто apt, ну а в случае, если это не Altlinux и не Debian, и там кто у нас еще, не PLD, то не apt, а там еще что-нибудь. И он работает с репозиториями, а под ним запускается установщик, который, собственно, скаченные пакетным диспетчером пакеты ставит, и разбирается в том, какие пакеты от каких зависят и каким нужны, естественно, установщик, потому что это его дело проверять зависимости. А разбирается, какие пакеты в каких репозиториях лежат, какой они версии, и что нужно, чтобы установить один пакет, какое дерево пакет в других нужно, и этим занимается, разумеется, диспетчер. Вот. Возможно, я не сказал, что есть несколько интерфейсов к вот этому команд-лайн-ому диспетчеру, но такой довольно типичный текстовый называется aptitude, а графически называется synapse. да, естественно, прям вот. Чей пароль? Система администратора. Вот. Значит, мы здесь увидим, собственно, результат работы AppCashSearch по всем-всем-всем-всем-всем-всем-всем. Ну, вернее так, dump всей пакетной базы со всех репозиториях. Вот здесь у нас будут отмечены репозитории. Вот. Вот они. Есть засеренные и есть рассеренные. Сейчас покажу, с чем это связано. Это связано исключительно с тем, что есть у нас каталог etc.apt, и в нем есть файл sources.list. Вот. Он сейчас засеренный, потому что это настройка на мои домашние, это вот мой домашний сервер, и вот. А есть файл, файл, лежащий в каталоге sources.list.d. Давайте мы не так сделаем, а вот так сделаем, например. Такой лайфхак. Как посмотреть, как вывести на экран все файлы одновременно, при этом зная, какой файл какой. Например, вот так. Видите, что он делает? Он при каждом файле пишет его имя, а поскольку он ищет в нем пустую строку, то он находит все и показывает все. Вот. Формат примерно следующий этого безобразия. Это мы все еще говорим об установке пакета из репозитория. Значит, вот. Тип пакета, первая строчка. Это название файла, который нам Греб выдал. Тип пакета, первое слово. Подпись, которым подписан пакет, второе слово. Адрес репозитория третья, тип репозитория четвертая. И раздел в репозитории пятая. Исторически так сложилось, что у нас разделяется тип и раздел, хотя в принципе разница невелика. Например, здесь может быть указано еще дебагинфо. То есть помимо раздела классик, так что нет, разница все-таки есть. Помимо раздела классик может присутствовать раздел дебагинфо. Раздел дебагинфо это остатки пакетов, в которых сложен информацией необходимой от латчика. Выделяется он в отдельный раздел, потому что он по размеру чуть ли не больше, чем размер самих пакетов. Но дебагинфо от какого-нибудь, не знаю, там, хромиума занимает гигабайт. От какого-нибудь, ну, еще больше. Ватт. От какого-нибудь сланга. Поэтому обычному пользователю, который не занимается разработкой здесь и сейчас на своем компьютере, дебагинфо прямо на своем компьютере и прямо вот программированием и отладкой дебагинфо не нужно, и тут написано классика. В принципе, ватт дебагинфо. Мы можем, кстати, сюда зайти, на этот сайтик, и просто поглядеть. Извините, что я трогаю предыдущую тему, но мне кажется, это правильно. Мне кажется, надо знать своих героев. Вот. Вот адрес репозитория. Собственно, это не адрес репозитория. Адрес стал местный, где репозиторий лежит. Дальше вот это, я сказал, тип репозитория. На самом деле это название репозитория. CZIF x86-64. CZIF x86-64. И вот в нем есть разделы. Классик и дебагинфо. Ну, еще есть SRPM и исходники, но это другое дело. Вот. И мы из этого используем только классик. И вот в этом классике, видите, немножко много пакетов. И вот у нас их таких три. Второй это Noarch. Я уже говорил, что бывают пакеты архитектурно-зависимые, архитектурно-независимые. Смысл их разделять в том, что архитектурно-независимые пакеты на всех архитектурах одинаковые, их не надо по 10 раз собирать. Правда, вот сейчас у нас ведутся большие споры на этот счет, потому что у тебя есть архитектурно-независимый пакет, в нем в документации написано UserLip или UserLip64. Он архитектурно-независимый или нет? Если собирать на разных архитектурах, будет разное. Значит, он архитектурно-зависимый. Все. Скорее всего, нам уже этих гигабайтов не жалко. Будет когда-нибудь. Но пока что мы только спорим. Есть и более серьезные причины делать все пакеты архитектурно-зависимыми, но об этом мы и разговаривать не будем. Ну так вот, да, значит, ну арч. Тоже немалый на самом деле. Выделить ну арч понятно зачем. Там могут быть довольно большие файлы, реально большие. Видите? 700 мешков. Это просто артворк для игры 0AD. Вот. Бывает и больше. Вот здесь все эти картинки, понятное дело, желательно, чтобы лежали в отдельном пакете и не дублировались там. Ну вот, значит, тип пакета, в случае Альтлинукса это РПМ, подпись, которым подписан индекс, сам пакет может быть еще о чем-нибудь подписан. Адрес, где лежит репозиторий, название самого репозитория, раздел репозиторий. Такие дела. Был бы у нас чуть-чуть более продвинутый курс, а у нас он будет в следующем семестре или через семестр. Я покажу, как, например, самому сделать репозиторий. Вот. Это очень легко. Вот. Он вообще делается автоматом, на самом деле. С помощью кое-какой утилиты, которую мы, может быть, даже сегодня потрогаем. Ну вот. Так вот, если внимательно приглядеться вот к этому, вот к этому, и сравнить его вот с этим, мы увидим, что это одно и то же. Что синаптик просто заглянул в эти конфигурационные файлы, показал в виде заселенных строчек все, где там стоят комментарии, и в виде расселенных строчек все, где комментарии убраны. Вот и все. Так что ничего, кроме собственного интерфейса к синаптик, не предоставляет. Пользоваться им довольно легко. Значит, слева у нас классификатор. Сразу скажу, классификатор этот плохой. Ничего на свете невозможно хорошо классифицировать. Читайте Картасара, да, там, классификация китайских животных. Вот это оно. По-моему, Картасара, может, Борт, не помню. Ну, короче, у кого-то из этих латиносов была классификация китайских животных. Короче, ничего по-человечески классифицировать нельзя. Поэтому принадлежность пакета какой-то конкретной. В общем, для смеха. С другой стороны, мы, по крайней мере, разделяем игры, библиотеки, пакеты для питона, офисные программы. Вот это все. Если мне не изменяет память, в Федоре вообще уже отказались от классификатора. Там нет понятия группы в РПМе. Ну, потому что, то есть, ну, же такой, то есть. Я не знаю, что такое тайс. Носки аквариум. Рыбки плавают. Носки экране. Ну, в общем. Икс рочь. Патчел, патчел, нет этих икс рочь. Патчел, патчел. То же самое, но пингвины. Какие-то категории. Апкэш-сёч выполняет вот это окошечко. Да, мы можем здесь что-нибудь поискать. Что-то меня сегодня на тараканов потянуло. Вот их много. Слово рочь. Интересно, вот почему здесь слово рочь? Апрочь, господи, прости. Хорошо, давайте пробел рочь искать. Все равно, да? Может быть в кавычках. Обратите внимание, что поиск ищется не только по названию пакета. Во. Так он не умеет. Не только по названию пакета, но и по этому самому, по описанию. То есть соответствующее слово должно встречаться либо там, либо сям. Ну, икс рочь понятно. Ну, не знаю, что-нибудь такое смысленно поискать. Вот. Ну, это просто пример того, как пишут. На самом деле вот этот калькулятор, это пример того, как писать программы для X-протокола, такие базовые. Ну, вот хотя бы он, извините. Зато, смотрите, зато мы пронаблюдали, как он поставился, как пакет поставился, посмотрели лог. В этом логе написано, например, что в ETC завелись конфигурационные файлы для него. Ну, в принципе, мы могли и более хитрую штуку какую-нибудь поставить. Здесь же можно делать объед-апдейт, например, проверить обновление. Вот. Вот у нас есть обновление. Видите, там LibreOffice приехал. И вообще целая пачка всего приехала для обновления. Сейчас я не буду применять обновление, потому что по нашему Wi-Fi будет качаться до морковки на заглядке. Короче говоря, слегка такая эзотеричная, но достаточно простая в обращении оболочка вокруг того же АПТ, этот самый синаптик. Я посмотрю дома, обещаю к следующему разу запустить их. Хорошо. Но тема у нас сегодня была другая. Что делать, если пакеты не из репозитория? Мы с вами уже помним, что если мы, например, скачали какой-то сторонний пакет, просто сторонний пакет, то есть шанс, что он, в общем, плохо установится, потому что у него есть зависимости. Если нам повезло, если нам повезло, и эти зависимости, ну, во-первых, пакет в формате РПМ, эти зависимости совпадают с теми зависимостями, которые есть у нас в системе, то есть все библиотеки называются одинаково, а зависимость по символам вычислена одинаково. Ну, например, какой-то доброволец собрал пакет для Сизифа, но поленился или постеснялся, или у него не было возможности положить его в Сизифа, он выложил его рядышком. То все более-менее нормально. То есть такой пакет можно ставить, он установится и работать будет. Вот. Не знаю, сейчас попробую какой-нибудь пример привести. Не знаю, какой-нибудь... У нас какой-нибудь Skype for Linux тут стоит. Небось, стоит уже. О, не стоит. Очень хорошо. Давайте попробуем, прошу прощения, Skype for Linux поставить. Он, правда, большой, но пока я буду на эту тему разговаривать, он как раз поставится. Это один из примеров того, пакет, в который ставится. А, во, WingDE. Слушайте, это гораздо более интересная штука, чем Skype for Linux. Ну, давайте мы его сохраним, пока он пускай качается. Значит, он... И он, главное, заранее... Я заранее знаю, что он встал. Как-то по-другому назвал. По-моему, через большую букву, да? Сейчас. WingDE Personal называется. Ну вот, значит, вот этот пакет сторонний совершенно. Давайте мы его удалим. И еще раз поставим. Потому что что-то мне Skype неохотно ставить. WingDE, давайте я схожу на сайтик. WingDE – это такая крутая среда разработки под питон, несвободная. У нее есть бесплатный вариант под personal use. Собственно, его-то я и ставил. Вот, про он как бы несвободный. Вот, есть еще 101, этот как бы базовый. И personal чуть более крутой, но тоже бесплатный. Вот. Она хороша тем, что у нее вот всякая такая, всякие подсказки, какой-то рефакторинг, еще что-то. Ну, в общем, интеграция непосредственная с хелпом питоновским. Короче, такая вот фигня. Значит, если мы попытаемся поставить какой-нибудь пакет, например, Skype for links прямо так. Он не скачался, что ли еще? 156 килобайтов в секунду. Ну, окей, да. Нас может преследовать неудача. Давайте посмотрим, сэмитируем эту ситуацию для WingDE. вот, rpmquery-e-info-ppackage. Вот, давайте я напишу это вот так вот, чтобы вам было понятно. Вот, вот такая командная строка заставит rpm спросить у этого пакета, лежащего в файле, минус-минус-пакет файл, не у пакета установленного, у пакета лежащего в файле, спросить его паспорт. Вот, вот это паспорт пакета. Значит, если я тут напишу минус-минус-реквайр с места минус-минус-инфо, смотрите, ребята из, ребята из, ребята из WingDE не поставили в зависимость ничего. То есть этот пакет поставит, установится всегда. Вот, об этом мы сейчас поговорим, почему это хорошо и почему это может быть плохо. Так вот, значит, если вы делаете при этом вот так вот, rpm-e, rpm-install, вот этот самый WingDE, вас может постигнуть неудача. Помните, мы пытались ставить пакет, потом выяснялось, что у него есть зависимости, мы пытались скачивать, ставить зависимости, потом выяснялось, что у них тоже есть зависимости и так дальше. Так вот, в случае от Linux вы можете сделать вот так вот. Я не знаю, есть ли у классического опта такая функция, а именно установки пакета из файла. То есть вы ему подсовываете файл, он его пытается ставить, дальше он идет стандартным путем, определяет зависимости, зависимости смотрит в репозиториях, ну и так дальше. В данном случае этого не произойдет, потому что, как мы видели, для WingDE не нужно ничего, он просто встанет. И потом просто запустится. Скачанный вот отсюда. Вот отсюда. В случае с Altlinux рекомендуется скачивать RPM под Fedora, более-менее, за некоторым исключением, более-менее все вместе. Какой-то Ахмед расваливает WingDE просто с восклицательным знакомым. Вот, он просто встал, да, и теперь он просто заработает. Сейчас. Куда он встал-то? Где у него BIN? Понятное дело, что у него там где-то иконка сейчас образовалась. Наверное, USERBIN надо посмотреть. Во, он так и называется, Wing Personal 6.1. Я думаю, что он где-нибудь в разделе разработка приехал. Вот он. Ну вот. Такой вот. Такой вот этот самый. У него очень прикольно устроен тюториал в WingDE. Тюториал устроен просто как последовательность файлов его же, питоновских, в которых есть кнопочка, ну, короче, сделай так-то, исправь у меня ошибку, вот, и нажми далее. В общем, интересная штука такая. Хотя и не бесплатная база. Из всех небесплатных наиболее разумная, как мне кажется. Ну вот. А давайте попробуем Skype поставить. Вдруг он не поставится. Я хотя бы покажу, в чем проблема с этим Skype. Апт-гет-инсталл, Skype for Linux, вот этот самый. Он скачался я, наконец? Неа. Не скачался. Ну ладно, потом тогда. Вот. Значит, пока он скачивается, чем хорошо и чем плохо ставить сторонние пакеты? Скачанный хрен знает откуда. Ну, в данном случае вот этот WingDepersonal рассчитывает на то, что все нужные библиотеки у вас есть, а он вас не будет заморачивать в зависимости на них. Кстати, давайте посмотрим, что ему на самом деле надо. Не является динамическим файлом. Это shell script. Это тоже shell script. Вот. У него есть slashbin. Там есть runtime. Ох, мама. Он приехал со своим питоном. Слушайте, как интересно. Сейчас давайте посмотрим. Bin, runtime, Qt. Вот. Bin, runtime, Qt. Я никогда туда не заглядывал, сразу скажу. Это елки ваши палки. Хорошо. Воспользуемся этим. Так. Bin, wing. Давайте сделаем вот так вот. Sh, minus x, run, wing, sh. Во, как он запускается. Ни много, ни мало. Ого, он типа на питоне написан. Обратите внимание. На втором. То есть на самом деле в состав всего этого безобразия входит целый питон. Со всякими пирожками. Но по всей видимости, все зависимости приезжают вместе с ним. То есть вот в этом программном продукте есть очень много дублирующих программ по сравнению с тем, что есть у вас. С одной стороны, это означает, что мы не заморачиваемся, они как разработчики не заморачиваются той начинкой, которая есть у нас. С другой стороны, совершенно непонятно, что мы такое запускаем. И может быть, я совершенно не прав, что скачал какую-то непонятную программу с сайта какого-то непонятного производителя и запускаю ее тут. Может, она уже все мои пароль покрала. Тем временем. Я подозреваю, что тут будет довольно много, довольно много, например, библиотек. Что я делал не так? А, понятно, это не зашел. Вот. Изрядно. Например, целиком 5-й куты свой. Давайте посчитаем, сколько их. 30-50 одних библиотек, которые не принадлежат системе. Понимаете, да? С другой стороны, зато мы независимы от того, что у нас есть система. Хорошо это или плохо, не знаю. Гораздо хуже, когда при запуске вот этого всего оказывается нужны какие-то компоненты из системы. Они нигде не указаны, и вы должны догадываться о том, что их нужно поставить тоже. Такое тоже часто бывает. Предполагается, что в системе, не знаю, стоит 5-й куты внезапно. Предполагается, неизвестно кем. И не написано, что такая зависимость есть. Вот. Здесь тоже нет. Обидно. О, вот, пожалуйста. Я скачал какой-то пакет, извините, с сайта скайпа. Считайся с сайта микрософта. И прямо из-под рута его так радостно поставил себе в систему. Как если бы я им всем этим людям доверял. Вот. Вот это видите? Вот это. Что-то пошло не так. Вот. Почему? Ну, потому что никто не рассчитывал на то, что это будет ставиться в мой дистрибутив. Да, это какой-то РПМ для Федоры. Возможно, в Федоре это работает. А возможно, и там это уже не работает. Кто ж его знает? Никто же не обещал? Давайте посмотрим. Это явно произошло где? В постинстал скрипте. Видите, что он говорит? Что скрипт, который запускается после установки пакета, и чего-то там делает такое. Свалился. Давайте посмотрим, какие там есть скрипты. Ух, не маленькие они. Ага. Значит, что делает постинстал скрипт? Он прибивает гвоздями ключ. И потом этот ключ регистрирует в базе данных РПМ с помощью пакета ЮМ, естественного которого нету. или zip, которого тоже, разумеется, нету, потому что это Федора. Описывает репозиторий, в котором хранятся пакеты со скайпом. Даже два репозитория. Обратите внимание, что ошибка не в этом. Он все это создал. Неизвестно зачем. Вот. Ошибка была где? А, слушайте, ошибка в том сценарии, который не выполнился. Да, я правильно понимаю? Сейчас. Минус, 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 пэкач. Skype for Linux. Нет? Сейчас. Во! Вот она эта ошибка. Мало того, что он это сделал, этот самый установочный скрипт, он оказывается, замените, с правами root-a, включил мне какой-то сервис, который называется ATD. Сам. При установке. Так, ну что, ну, типа. И написал туда, что через две минуты после запуска у нас будет импортирован импортирован соответствующий список репозиториев в список доверенных репозиториев. Ну, чтобы на экран не вызвали ни разу никакая диагностика. Вот это вот, вот это перенаправление вывода ровно следующее означает. Стандартный вывод перенаправить в зевну, а стандартный вывод ошибок перенаправить в стандартный вывод. То есть туда же. Да-да-да, это означает в первый поток. Это амперсен. Короче, я бы очень не хотел, чтобы так было. Меня спасло только то, что никакого ATD на моей машине не стоит. Это еще ничего. А, например, Google Globus делают то же самое, плюс тому же ну, только не му, а крону вставляет скрипт, который от рута автоматически обновляет по времени. Время от времени автоматически обновляет этот самый Google Earth от рута. Такие вот они, ребята, производители, преприитарные производители пакетов. В общем, вот. Короче, нам просто повезло, что он встал, потому что, ну, ну, пожалуй, ну, пожалуй, ну, ладно, постинсталл скрипт свалился. Не дал нам расписать, расписать чужими репозиториями наш скромненький, наш скромненький РПМ. И с этим может быть связана вторая проблема. Предположим, что все получилось хорошо. А потом внезапно вот эти ребята взяли изобилие на этот пакет, заодно на репозиторию, а у вас он стоит. В какой-то момент ваш основной репозиторий, Сизиф наш, пошел вперед, библиотеки все начали обновляться, а у них остались старые. И хорошо, если вы разберетесь и поймете, да, тут стоит какой-то древний скайп, давайте его снесем, и все будет хорошо. А если нет? Вот. А если он там понаскачил и подоставлял каких-то своих пакетов еще? В общем, чужой репозиторий это всегда риск. И в этом смысле, в этом смысле пакет, который не хочет ничего, да, вот давайте посмотрим, что нам, что, вот тот же Skype for Linux, да, он, по-моему, ничего не хочет. Ну так. Он много чего хочет. Слава богу, смотрите, тут нету ни одной зависимости вида пакет-пакет. Он хочет, чтобы библиотека либо ПНГ Кайра, чтобы она была, да, чтобы была вот такая библиотека. Помните, мы об этом говорили? Это не зависимость на пакет, это зависимость на конкретную системную библиотеку. Но и тем не менее, не дай бог, что-то с версиями поменяется, она будет продолжать хотеть вот конкретное, там, вот, не знаю, вот такое. Да? Или вот такое. Ну вот. В общем, не очень правильно, да? Может быть, более правильная ситуация, когда вы вообще просто скачиваете некую программу, организуете для нее каталог, где-нибудь в слэш-опт, и она там себе лежит, никого не трогает. Со своими библиотеками, со всем своим. Вот. В этом смысле, в этом смысле в НГДЕ примерно так и поступил, Он ничего не поставил себе в зависимость. Вот. Да? Он говорит, что должен быть РПМ, и должен быть Шелл. все. Да. Значит, тем не менее, тем не менее, если вам предлагают вот такое, инсталлер под Linux, не соглашайтесь. только если ничего другого нет. Потому что инсталлер под Linux, это вообще непонятно, что такое. Это какие-то странные программы, которые будут запускаться, вам что-то куда-то раскладывать, что-то спрашивать у вас. Вот. То есть, это еще более нестандартная штука, с которой, ну, шутки плохи. Быть может, правильный способ вообще не пытаться сделать пакет, а скачать программу и запускать ее из-под пользователя вообще не устанавливать. Ну, да, у каждого пользователя будет свой каталог со своим объемом, со своим набором этих программ. Но, если уж вас так приперло, если вам не хватает репозитория, прям очень-очень надо поставить какую-нибудь хрень, типа того же Vingodee, не сказать скайпа. Ну, и не тычьте его из-под рута, ну, 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 вы видели, что там может натвориться. Запускайте прямо из-под себя и страдайте. Тем более, что многие программы на это рассчитаны. Они просто рассчитаны на то, что вы не будете там с ртом заморачиваться, скачали, распаковали, запустили. Довольно типичный пример такой программы, ныне, к сожалению, медленный и вздыхающий проект, который называется NeedBins. NeedBins это очень суровая среда разработки в основном на Java, но не только, намного на чем, которым занимался Сан, да? Oracle занимался. Сан, потом Oracle. Вот. До версии 8.2 включительно. И тут они его забросили. И теперь он перешел в ведение Apache Incubator в народе называемый, как называется вместо инкубатора, там слово типа крематорий. Ну, короче, есть такой проект Apache Incubator. Это такой community effort проект, куда попадают все проекты, которые никто не хочет сопровождать. Да, вот-вот-вот. Ну, короче, нет, бинз 9, оно находится в Apache Incubator. К сожалению. С другой стороны, ну, вот. О, видите? Все, приехал в Apache Incubator. Я пробовал в Apache Incubator. не очень, ну, в смысле, там довольно много. Это просто, правда, толстый проект. Проект примерно класса, как этот самый Eclipse, если кто знает. Ну, вот, хорошая была штука. Так вот, значит, ты его скачиваешь, и там таки-да-инсталлер, который таки-да-надо запустить, и он чего-то куда-то раскладывает. Слава богу, он все разложил мне в опт, я сейчас не буду его скачивать, потому что он большой, реально. вот. Нет, не в опт. Он сделал так же, как и DE, в user local. Need Bins на себя положил. Во. И у него там есть свой BIN, свой LIP, а вот либо своего, кстати, нет. Обратите внимание, что проект написан на Java, и это нас переводит из разговора про скачивание и запуск сторонних программ под Linux в разговор о скачивании и запуск сторонних программ под какую-нибудь независимую платформу, извините за тавтологию. Например, под Java. Идея стоит в том, что если программа написана на Java, вам нужно только Java. А дальше вы запускаете то, что на это Java написано с помощью Java. Вот. И конкретно Java-машина так устроена, что в ней, в Java-машине, есть все, что нужно. Вот. Ну вот смотрите. Ну хорошо, нет.бинс вроде как запустился и запустился, но какой-нибудь джедан-лозер, которым я одно время очень активно пользовался. Это просто некий бинарник. Несмотря на то, что он есть прямо вот типа под Linux, разницы между вот этими версиями вообще никакой. Ну вот. Ух ты. Ух ты. Мега-нз в качестве распространителя файлов. Кто чего, только не использует. О, 3-мегаметные. Вот. как видите, это jar-файл. Что такое jar-файл? Это, собственно, файл с компилированной Java-программой, в смысле, с компилированной Java-программой, который можно прямо запускать из командной строки. он еще собой представляет zip, но это уже не так важно. Да? Давайте только низ подрута это делать. Java-минус-минус jar, загрузки. Чё-чё-чё? Где он там лежит-то? Вот он. Что-то мне тап какие-то странные эти. Минус-минус. Может, минус, да. Да, точно. Спасибо. Вот и всё. Значит, если программа написана под какой-то кроссплатформенную штуку, то, вообще говоря, она сама... Обратите внимание, что нам еще 9 минут его скачивать и запускать. Можно я остановлю? Вы убедились, что программа запустилась? Просто он сейчас обновляет свои модули все. Вот. Некоторые... Да, кстати, про Java есть какие-то плохие, но плохие слухи, что ее, наконец, делают окончательно несвободной. Ну, в общем, слухи пока не подтверждаются. Пока что все-таки с ней более-менее все ничего, но не знаю, к чему это закончится. Вот. В общем, если программа написана на Java, то вам почти что повезло, в том смысле... Ну, та программа, которым кровь из носу надо обязательно запустить. Вам почти что повезло, потому что она, ну, запустится. Вот. если программа написана на dotnet, то вам почти что повезло, потому что есть проект Mono, который, в общем, с dotnet совместим. Более или менее. Если она слишком сложная, написана dotnet, то нет, не запустится. Если программа написана на этом новом модном, как он называется, dotnet чего-то там. А? Dotnet Core, да. Который вообще не равен dotnet, как бы им не является, не стоит путать. То вам еще больше повезло, потому что он open-source и как бы есть везде. Вот. Он, правда, такой довольно маломощный. Там в dotnet Core есть не так уж много всего. Ну, ладно. Если программа написана на питоне, Ruby, Perle, далее везде, то там вообще своя система дистрибуции пакетов. Вот. То, что питон считает пакетами, ну, давайте пока у нас скачивается, я все-таки, пускай скачается. Вот. То, что питон считает пакетами, это внутренний модуль питона. Для этого существует есть, существует специальный специальный инструмент, называется PIP3, только у меня он не стоит, сейчас поставлю. Кстати, еще одна фишка, фишка конкретно Altlinux, не знаю, как в других дистрибутивах, боюсь, с apt-based, боюсь, что это только у нас так. Можно ставить вот так вот. Я не знаю, в каком пакете находится пакет PIP3. у него имени очевидное. Питон, а нет, очевидно, извините, я ошибся. Вот. Но мы можем указать так называемый session essential file, то есть, например, все бинарники являются essential file, или все библиотеки являются essential file. Мы можем опту указать так называемый essential file, он по индексу пройдет, найдет, какому пакету принадлежит, поставить этот пакет вместе с тем деревом, который нужен. Это очень удобная фишка, вот ровно для таких целей. Я знаю, что надо поставить PIP3, я забыл, как называется сатывающий пакет, и думать не хочу. Вот. Ну вот. Вот этот PIP3, это Python Installed Package. Вот. Это, собственно, инструмент, который умеет шарить по сайту PIP3, Python Package Index. Сейчас. Он сказал готово, а сохранить. Нет. А, да, точно. Нет. А, во. Все, вот он запустился. Он там просто жуевал. Во, запустился, наконец же, донблозер. Это он скачал все свои эти самые все свои обновления, сходил куда-то, все. скачали, бог с ним. Значит, запустили программу на Java, да? Python ходит на сайт Python Package Index. Python Package Index pp.org вот сюда. Там, в общем, довольно много пакетов, несколько, вот, 156 тысяч. вот, и вы можете посмотреть отсюда и воспользоваться сайтиком. А вы можете прямо из командной строки сказать что-то типа pip3, потому что третий Python search, не знаю, какой-нибудь ипсом. Вот. И посмотреть, что у нас на Python Package Index умеет, это слово содержит, но, кто не знает, есть такой мемчик лорим ипсом. Это такой стандартный текст, который имитирует латынь, таковой не являясь. Для того, чтобы тестировать шрифты, бессмысленный, бессмысленный текст, содержащий различные буквы. лорим ипсом. Как правило, таким словом называется бессмысленные текстогенераторы, нужные для того, чтобы тестировать, генерить много входного текста. Соответственно, я сейчас не помню, какой из этих пакетов правильный, потому что надо сначала поисследовать. Но давайте я просто покажу, как это делается. Значит, опять-таки, система дистрибуции внутри питона это не пакета Linux. Это, собственно, модули, которые скачиваются вот отсюда и устанавливаются туда, куда полагается. Значит, полагается у питона в два места. Если вы делаете это из-под рута, то пакеты ставятся прямо туда, в userlib в Python. Но лучше этого не делать. Мы уже говорили, что сторонние пакеты просто так класть из-под рута куда-то в систему это плохая идея. Во-первых, потому что потом их пойдется оттуда выковыривать. А во-вторых, потому что, скорее всего, разработчики, если они не писали под вашу систему, они, скорее всего, не знали, что они там заломают. Мы уже видели, как это делается. Поэтому, например, у питона, у пипа, есть ключик минус-минус-юзер, который положит этот пакет, скачанный, вот пип-три-инстал, скажем, вот такую вот штуку, минус-минус-юзер, который положит его... Че-че-че? Сетап-тулс ему еще нужен. Сейчас поставим. Сетап-тулс. В принципе, есть такой скриптик для... Вау! Че-то он как-то... Мог бы догадаться. В принципе, есть такой скриптик на питоне, который называется ensure-pip, который вместо того, чтобы... Вместо того, что делаю я, а я поставил два пакета все-таки из системы, пип и сетап-тулс, скачивает прямо этот пип тоже с сайтика и разворачивает, и все. Ну, кому что ближе. Вот. Вот смотрите, он скачал пакетик с ключиком минус-минус-юзер. Он заложил вот сюда. Вот он. Если есть какой-то бинарник, он его положил вот сюда. Никакого бинарника нет. Вот. И теперь мы можем запускать питон и, например, говорить ему импорт вот этот самый лори импсон, лори мэпсон. Вот. понятно, он под второй питон. Ну вот тут уж я не буду сейчас питоном заниматься. вот этот пакет по второй питон, а не по третий. Значит, причем такой вот, это явно видно вот здесь. Ну, бог бы с ним. Главное, что мы его поставили, мы его можем удалить. Там есть и более интересные, и более интересные штуки, например, зависимости между модулями питона, вот, которые можно поставить, но нельзя удалить по зависимостям, потому что они еще не умеют. Короче говоря, системы дистрибуции питоновских пакетов, вот этот самый пип, по сравнению с линуксовой, это просто, ну, вот они в таком ясельном возрасте находятся. Вот. Тем не менее, это система дистрибуции, которой, в общем, можно пользоваться, особенно если вы это ставите в какое-то локальное окружение с помощью там virtual-length, а потом берете все, 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 все удаляете. Вот. И тем самым вы не заморачиваетесь на систему, и тем самым вы упражняетесь исключительно с питоном. Проблема, например, с питоном, ну и с Ruby тоже, состоит в том, что эти модули могут быть написаны на C. Ну, или вообще на каких-то языках программированиях, отличие от питона, и требовать сборки. Что нас переводит сразу, в принципиально иную плоскость. Что вас превращает в потенциального разработчика этого модуля. И это, конечно, совсем-совсем другой калинкор. Не пытайтесь это сделать, не обладая соответствующими знаниями. Я надеюсь, что там в каком-то из семестров у нас будет прямо разговор про разработку пакетов прямо от начала до конца. Но для этого нужно немножко в этом повариться. то есть, таким образом, можно ставить только, можно взаимодействовать только с программными специалистами, с лечением, которое, а, написано только на питоне, Ruby, там, но на этом самом, еще JavaScript, но JS же еще. Или, б, уже собрано под Linux и внезапно работает. Раньше с этим было довольно сложно, сейчас стало попроще. в питоне даже ввели такой формат, так называемый питоний колеса, Python wheels, в котором может лежать внезапно вот эта библиотека, написанная на C питоновской, она даже работать будет. Вот. с некоторой вероятностью. В этом случае мы возвращаемся к предыдущему нашему разговору о том, что когда вы ставите, когда вы ставите чужой пакет, он, скорее всего, заработает, но если там какие-то косяки, какие-то, какое-то несовпадение по обе, да, то есть, используя очень старые функции, в которой там на один параметр меньше, то все. Это значит сразу порча памяти и все остальное. Ну вот, к сожалению, поскольку то, что у вас не в репозитории, оно, то, что у вас не в репозитории, проверить это нельзя, вам остается только надеяться, что оно заработает. Вот. Тем не менее, у меня были, были прецеденты использования даже питонных модулей бинарных. Помнится, P-гейм у нас работал, скачанный. Вот. Такие дела. То же самое относится, я уже сказал, в первую очередь, Ruby Node.js. Вот. Какие-то еще скриптовые языки похожие. Perl. Теховые модули, если они, теховские модули, написанные на техе, отлично скачиваются. Вот. До тех пор, пока мы не освоили втягивание с некоторой фильтрацией и преобразованием втягивания пакета техлив из Fedora, можно было ставить техлив как дистрибутив, то есть скачиваются бинарники техлива и прям целый дистрибутив. Дистрибутив ставится. Некоторое время тому назад мой коллега, с которым мы читали лекции по питону, еще по второму, Павел проверил, что в Vault Linux ставится дистрибутив Sage. Это питон для математиков такой страшный, большой-большой. Ну, в общем, такие вещи тоже работают, но опять же на свой страх и риск. То есть никто не проверял, никто не гарантирует, что они будут работать дальше. Это было отступление. Да, ну, понятное дело, что есть и более такие простые штуки, например, модули под Firefox, дополнение под Firefox. Написанный, на чем они сейчас там пишутся? На Java Script? Это уже не зули, это что-то другое? Не помню. Да? Отлично, отлично работает, потому что им совершенно неважно, под каким файл файл они даже могут работать там. Они могут даже проверять под Linux или под Windows, но в принципе они работают. Да, там какие-нибудь, какие-нибудь дополнения под LibreOffice, написанные на Java. Точно так же скачиваются и работают. То есть, когда вы работаете с Linux, одним только, одной только пакетной базой, дело не ограничивается. Еще одна тема, которую я хочу потрогать, хотя может быть тоже не сильно у нас вообще видите назывное. Последнее время набирают, набирают моду такой вот непакетный подход к оформлению приложений. То есть, вы заходите на сайт, ну, не знаю, вот КДЕ очень любят этим развлекаться, да, какой-нибудь. Кдевелопорк. Кдевелоподсереда разработки под разные языки программирования написаны, вон, видите, CC++, Python, PHP. Написаны на там последнем куте, подходящие, совместимые с КДЕ, вот это все. Вы говорите, нажмете на Download, а она говорит, а вы скачайте AppImage. Что такое AppImage? Я, с вашего позволения, через наш интернет скачивать его не буду, я уже его скачал. Я даже несколько скачал. Вон, есть ковдивил. Поверьте мне, что я его только что скачал с сайта, когда был хороший интернет. Ну, просто он не маленький. Так, на секундочку. 130 мешков так, внезапно. Что, кстати, сказать, по сравнению с линуксовым пакетом, оформленным в пакете, просто небо и земля. То есть, он раз в 10, как минимум, больше, чем соответствующий пакет. Почему? Нетрудно догадаться, он все свое носит с собой. Достоинство о помощи состоит в том, что вам дальше с ним ничего делать не надо. Вы его просто запускаете. Вы, правда, разрешите запустить? Вот. Вы, надо понимать, да, опять-таки, вы скачали что-то, неизвестно откуда. Ну, хорошо, известно откуда. Вы, когда запускаете вот этот бинарник, вы доверяете вот этим людям, что они ничего плохого с вами не сделают. Это не ваш комьюнити. Это какой-то сайт VVKDevelop. Хороший, годный сайт, я верю, да, вас. Возможно, у них даже никаких закладок нет в их бинарнике. Скорее всего, нет. Возможно, даже они по случайности не допустили каких-то ошибок, которые вам весь домашний каталог снесут. Тоже, в общем, редкость большая. Ну, из-под рута это, конечно, лучше не запускать никогда. Окей. В чем фишка? Что делает этот бинарник? Я по нему рассказываю, потому что он довольно остроумно устроен, хотя и не без таких странностей. давайте мы его запустим. Просто запустим. Ну вот, запустился какой-то козевелоп. Частью переведенной, частью не переведенной, но это понятно. 20. не знаю. На питоне. Сайпл Пайтнампликейшн. Прожекный. Ку-ку. Готово. Ну что-то такое, короче. Среда разработки. Сейчас, если хотите, устроим отдельные занятия по средам разработки, потому что нет бинсу. Ну, в общем, вот я из него вышел. Тут он где-то должен был завести мне этот самый projects. сайпл Пайтнампликейшн. Вот он. А где сам козевелоп? А вот он в этом бинарнике лежит. Больше нигде. Давайте посмотрим, что происходит, пока он запустился. Это интересно. Правда. Вот он запустился, этот козевелоп. И тут мы видим, что вокруг него какое-то количество довольно забавных процессов запущены. Например, вот такой. А что это вообще за файл? Это бинарник. Это бинбаш бинарник. Нет, это не бинбаш бинарник. А, извини, да, это бинбаш бинарник. Извините. Это скрипт. О'кей. Наверное, где-то раньше должен быть этот маунт. Сейчас я посмотрю, вот он запущен. Во. А что я его не вижу? Во. Значит, перейдем сразу к концу, чтобы не тормозить. В чем, в чем, значит, хитрость все это в безобразии? Хитрость этого все в безобразии состоит в следующем. У вас есть такая штука в Линуксе, называется Fuse. User Level File System. Вы можете взять, запустить программу, которая интерпретирует содержимое чего угодно, как файловую систему, и предоставляет пользователю возможность смонтировать, помните, мы говорили про маунт, да, возможность смонтировать каталог, обращаясь к которому, вы будете просто скармливать этой программе, не драйверу ядра, а прямо этой программе соответствующие данные, ну и работать с каталогом, как с каталогом. Это намного более дешевый и безопасный способ, чем делать модуль для ядра, и, например, с какими-нибудь античными файлами системы типа Amiga по-другому работать смысла нет. Зачем писать свой собственный драйвер для ядра с риском, значит, влезть в kernel space, когда всегда можно написать простейший интерпретатор вот этой файловой системы, скормить его Fuse и работать с ним. Вот. Так вот, у нас оказывается вот этот опым еще образ, давайте посмотрим, он, нет, там он бинарник. Этот опым еще образ состоит из бинарника, который запускается, и образа, который монтируется, он сам себя монтирует. Вот, видите? Он сам себя смонтировал, и вот в этом каталоге сейчас лежит, собственно, вся файловая система нужна для работы этой программы. Вон там есть BIN, и в нем внезапно кодевелоп, LIB, и в нем внезапно все библиотеки. Короче говоря, к нам временно, на время работы этой программы приехало целое дерево каталогов стандартное, вот, которое, как мы видели сейчас вот в этом скрипте, давайте в него посмотрим, собственно, ему приехало, да, что он делает? Он говорит, так, вот откуда меня запустили, то и будет наш Абдир. Вот. Значит, а дальше, дальше всякие хитрости. про это я чуть позже расскажу. Все возможные переменные, которые нужны для запуска программы, где лежат библиотеки, где лежат плагины QT, где лежат X-овые каталоги, где лежат бинарники, где, короче, все перебиваются вот на это самое место, да, вот этот наш временно смонтированный каталог, вот этот, где он тут. Вот этот. Да? И дальше, собственно, usr.lib, usr.bin, usr.shary и так дальше. Как если бы эта программа вообще была запущена прямо оттуда. Если по очечайнии этой программе захочется лезть куда-то в какие-то наши файлы прямо наружу, и это не перебивается вот этими переменами окружения, на это есть так называемый LD-прилот. LD-прилот это вот что такое. LD-прилот это библиотека, ну или даже возможно набор библиотек, который грузится в память до того, как бинарник начнет работать. И, соответственно, если он захочет подгрузить какие-то другие библиотеки, а в памяти уже есть символы, а в памяти уже есть такие символы, ему придется воспользоваться этими символами, а новую библиотеку не грузить. Таким образом, поведение работы можно сильно поменять. Например, взять и ну не знаю, при попытке запустить бинарник из другого места, запустить его из этого места. Или сказать, что запустил, а самому не запустить. Или еще что-нибудь. Я, например, делал D-прилот, который считал количество открытых файлов, и если их слишком много, ждал 5 секунд, и опять считал количество открытых файлов. Перегружал open. Вы делаете open, а этот open висит, пока количество открытых файлов не сократится. Вот. И нет, я exec перегружал, не open, а exec. Вы делаете exec, а он считает количество запущенных программ и ждет, пока количество запущенных программ не станет равно там меньше, чем сколько. Короче говоря, такой универсальный механизм в Linux, например, почему в Linux нельзя делать просто защиту от, не знаю, копирования, потому что можно сделать L-D-прилот, который этой защите от копирования все, что нужно, расскажет хорошее. Такие дела. Короче говоря, эта программа собрана таким образом, что она ходит к бинарникам сюда, к библиотекам сюда, к данным туда, а еще она видит ваш home, разумеется. Вот. И пока она запущена, пока она запущена, вот этот mount существует. Когда вы из него выходите, этот mount пропадает, остается только в FUSETL, да? Этот mount пропадает, соответственно, вот этого всего ничего нету. И система опять чистая и сухая, ну, кроме того, что она вам наплодила вот здесь, в домашнем каталоге. Это понятно. Вот. Понятное дело, что это никак нас, никакой гарантии, никакой гарантии безопасности нам не дает. Ну, потому что, ну, вот вы скачали и запустили какой-то произвольный бинарник. Вот я только что это сделал. Любой человек, который немножко заморочен безопасностью, сейчас бы сказал, что все, на этом компьютере в общем система скомпрометирована. Вот. С другой стороны, да, и вы, по крайней мере, не устанавливаете никакие лишние файлы в систему. Прям совсем. Вот. Поэтому, быть может, это такой, ну, более аккуратный способ работы, чем то, что предлагают вот эти штуки, которые, значит, скачиваются и ставятся. Вот. Достаточно дешевый, да, Fuse прилично работает, он, правда, немножко кушает процессор, потому что у вас целая библиотека обрабатывает Fuse-запросы, но тем не менее. Вот. Чтобы с этой темой покончить, скажу, что это не единственный и не самый популярный на сегодня формат, хотя он набирает популярность. Есть более сложные форматы, так называемые флатпаки, которые требуют некоторой инфраструктуры со стороны операционной системы и которые нацелены как раз на то, чтобы обеспечить вам безопасность. То есть, флатпак запускается в изолированном окружении, ему там прокидываются какие-то, значит, дополнительные права, вот это все. Вот. Помимо флатпака еще что-то было? Убунта или СНАП? А, СНАП, еще СНАП, да, да. Еще СНАП довольно активно, вот, Убунты продвигаемые. Примерно так же они устроены. Вот. Помимо этого, есть система виртуализации, в которой можно все это разворачивать. Помимо этого, есть в Linux большой комплект разных изоляций, то есть, возможность, например, запустить программу из каталога, который она будет считать корнем. Тем самым, она ничего вам не сделает со всеми остальными каталогами, так называемый чрут. Вот. С чрутом, наверное, стоит немножко поговорить про то, что это такое, потом сделать прыжок такой и поговорить, как, например, в Альте этим можно воспользоваться. К сожалению, промежуточный разговор слишком долг. Значит, чрут. Давайте я создам какой-нибудь каталог, не знаю там. Сейчас, давайте посмотрим, что у меня смонтировано. Mount. Чтобы не было ну и где какого-нибудь. Вот, в SRV, да? SRV, чрут. Неважно, как он называется. Мы можем попробовать прямо туда сказать вот так, но у нас ничего не получится. Потому что он будет искать там бинарник slash bin slash bash. Где? В каталоге шрут. Он хочет, чтобы вот этот каталог стал корнем, а там его нет. Хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас. О! И кто-то даже думал. А? Давайте так сделаем. у нас RPM же есть. Вот. Только нам нужно этот самый скачать, да? abget install минус-минус download only only который из них? Ну, скажем, вот так. То есть он уже, он типа уже стоит. А, так его можно просто скопировать, да? Туда ставить даже не надо. RPM минус-и. Ну, это то же самое, что минус-минус install. Что там, Саш? И минус-минус root еще. Минус-минус root SRV Боюсь, что мне этот файл-таки надо скачать. Где он тут был? А вот, далеко ходить не надо. Ой, гитхаб Саша. Отлично. Хороший пакет. Ему таки нужен терминфо. А, понятно. Терминфо это не библиотека. Это этот самый. Ну, хорошо, пускай будет терминфо. Это, чтобы он терминал не определял. Сейчас попробуем. Это, я думаю, что... Ну, Арч. Вот он. Он нам рассказал, что там какие-то скрипты для установки не запустились. Я даже знаю, какие он попытался запускать какие-то программы еще. А там больше ни одной нету. Там есть только shell. Поэтому, если мы скажем вот так вот... Теперь у нас shell должен заработать. Только ему надо сказать, что это бин ши. Нет? А что есть? Сервой, черут. Бин. А, у нее сербин. У сербин. Нет. А, эсбин, значит. Вот, сбин саш. Вот, значит, сбин саш. Какой лс? Никакого лса нету. Мы его не поставили. И повода никакого нет. Здесь только команда самого shell. Мы знаем, команда shell. CD, эхо. И все. Ну, короче, да. Вот такая вот. Такая вот фигурная. Ну, мы можем взять и поставить. Мы можем поставить, ну, не знаю, какой-нибудь еще что-нибудь туда. Короче говоря, мы можем набить этот черут нужными бинарниками, нужными библиотеками, положить туда нашу программу и запускать ее оттуда. В чем бонус? Мы не увидим ничего, кроме... Нашим корнем станет каталог SRV-чрут. Мы не увидим там больше ничего. Вац. Кстати, почему он не показывает эхо-звездочка? Мне не нравится. Давайте попробуем другой пакет поставить, который назывался H-static. Тем более, что он где-то тут недалеко должен лежать. А, он говорит, что все остальные установлено уже. Да елки-палки, а где он же лежит? Опять где-нибудь USB-ни? Так, USR, нет. Да, видимо, в USB-ни. А, нет, в BIN-ни все-таки. Вот он. H-static. Вот так вот надо сказать, да? О! О! По крайней мере, есть эхо-звездочка, да? Эхо-бин-звездочка. Эхо только. Команда строка не работает. Ничего не работает. Ну, обратите внимание, да, что у нас в корневом каталоге, это, собственно, значит, мы вылезти не можем оттуда. Ничего не можем сделать. Такая вот простейшая изоляция, называемый чертом. Значит, так, у нас время уже поджимает, пора заканчивать. Значит, сейчас скажу. К сожалению, вокруг этого, для того, чтобы этим воспользоваться, надо наверчивать целую инфраструктуру. Если мы хотим, например, понаставить туда пакетов с зависимостями, то, конечно, вот как я сейчас делал, скачивать и ставить РПМ, это дело такое, да? Нужно как-то это обмазать тем же оптом, чтобы он туда ставил все эти нужные пакеты. Вот. Это первое. Второе. Вообще говоря, просто черта зачастую бывает недостаточная. Например, многие программы хотят увидеть, ну, как минимум, ДЕВ, да? А или ПРОДС. Значит, в этот каталог нужно еще подавать в этот черут, передавать в какой-то ДЕВ и какой-то ПРОДС, чтобы его было видно. Ну, например, биндмалдом. Есть в команде МАУНД такая опция минус-минус бинд, которая просто говорит, вот в том каталоге то же самое, что в этом будет видно, пускай. Очень удобная штука. Вот. Например, если вы захотите запускать приложение, которое рисуют в графической подсистеме, на иксах, да, вам нужно будет как-то в этом черте рассказать, куда рисовать. Потому что так-то у нас есть вот здесь вот. Вот здесь вот есть соответствующий сокет. Вот он. Через который они общаются. А там не будет. Короче говоря, некоторое количество проблем для того, чтобы запускать программу из черта, надо решать. Вот. Более того, они должны быть решены следующим образом. Все, что не может сделать обычный пользователь, например, создать девайсы или смонтировать какие-то дополнительные каталоги, да, то должен делать root. А потом он должен свои права сбрасывать и отдавать обычному пользователю возможность там запускать программу. У нас в комьюнити уже очень давно, этим занимается, собственно, один из лидеров нашего проекта Дима, Дмитрий Левин, созданный утилит, который называется хэшер, который вообще, говорят, предназначен для сборки, изолированной. Но она же может быть использована как такое виртуализованное окружение. Вот. Вот смотрите. Вот я тут, вот никто не знает, а я уже в черте. У меня там даже все работает. Даже некоторые программы запускаются из тех, что установлены. При этом у меня есть проц пустой. Можно сделать и не пустым. Надо просто правильной команды дать. Сейчас я попробую вспомнить, какие они. Там mount points, кажется. А я сейчас так вот сделаю. Я просто посмотрю, как у меня это работает. И покажу. Вот у меня тут и проц есть. Сиса, кажется, нет. Он никому не нужен. Да, сиса нет. И дев какой-то есть. Правда, не полный, обратите внимание. Там есть девзеру, деву рандом, еще чего-то. А всего остального нет. И какие-то программы стоят. Сколько-то. В общем, вы берете с помощью вот этого инструмента, который называется хэшер, ставите туда в окружение, что хотите. В том числе те пакеты, которые, те пакеты хорошие, годные, из репозиторий, которые вы не хотите ставить на свой компьютер, на свою хост-систему. Ну, например, девелопмент всевозможный. Там туча библиотек для разработчика, компилятор, вот это все. Там работаете, потом выходите оттуда, и как бы ваша система отдельно, а ваша сборочница отдельно. Все еще интереснее. Вы можете туда поставить окружение от другого репозитория. Например, у вас на компьютере стоит для надежности текущая стабильная ветка, а собирать вы хотите в текущую как бы роллинг-ветку. Отлично. Вы говорите хэшеру, что он туда пакеты ставит из роллинг-ветки, там вы собираете для роллинг-ветки, а работаете в стабильной. Я делаю прям всегда так. Это как бы на автомате. К сожалению, времени нет для того, чтобы это продемонстрировать более подробно. Просто имейте в виду, что такой инструмент есть. Он у нас на сайте навики описан. Как с этим справляются другие комьюнити, я не знаю. Видимо, они запускают виртуалочки. И тут у нас, собственно, последние две темы, одну из которых я точно уже не успею рассказать, а именно про установку всяких Windows-приложений и вот это все, про эмуляторы. И, видимо, с эмуляторами мы будем разговаривать потом, если будем. А что касается виртуалочек, то очень простая штука. Фактически их всего две таких, которыми можно пользоваться. Это, с одной стороны, VirtualBox, а с другой стороны, QEM. Ну, в смысле, QEM и QVM. И то, и другое программный продукт, который вполне себе предназначен. Ну, как бы они примерно одну нишу занимают. У них очень разные истории, у QEM и VirtualBox. QEM это такой проект, вполне себе свободный, с какими-то кусочками. Там у него есть прекрасный автор Фабрис Белар, который там даже некоторое время делал к нему несвободный модуль. Вот этот QEM. Потом он сдался, и модуль тоже стал свободный. Это вполне себе такой проект, изначально развивающийся как свободный. И в нём, значит, он очень активно используется для разных случаев. Например, для сборки на другую архитектуру. Ну, давайте посмотрим, что он умеет. Он умеет виртуализировать количество процессоров, память, поддерживать несколько разных видеокарт. У него есть аудио, у него есть все современные виртуо-устройства, которые поддерживают в этот протокол, в смысле, аппаратную виртуализацию, там, виртуальные сетевые карты. Вот. Что ещё интересного? Ну, разные шины, понятное дело. Он умеет, значит, ну, понятно, значит, диск к этой виртуальной машине лежит в файле. Вот. Ну, в общем, читать не перечитать. Вот. Я бы так сказал, что продакшн, все вещи, связанные с виртуалками, делаются как раз на базе QMQM. Собственно, всё остальное вокруг них, это просто оболочки, которые ими управляют. Там какой-нибудь, не знаю, то, что у нас используется, как же он зовётся там, господи. Прокс-мокс какой-нибудь. Что? О, Вирт, да-да-да, Либвирт, вот это всё. Это уже как бы оболочки, которые управляют этими штуками. Вот. В противовесе этому виртуалбокс, это изначально проприторный был продукт. Вот. Сейчас покажу. Он тут у меня стоит виртуалбокс. Вот. Он начинается прямо с мордочки. Сразу. Вот. У него… Вот. У него при старте прям можно, как бы, есть какие-то визорды. Короче говоря, с точки зрения начинающего пользователя гораздо более юзер-френдли. С точки зрения диплоймента и использования прямо в продакшене, гораздо более мутный. Вот тут присутствует Арсений, который с этим мучается уже не первый год. Поскольку у нас на факультете используется система виртуализации виртуалбокс для доставки виртуалок на наши классы. Вот. Для того, чтобы побаловаться, очень удобная штука. Вот, например… Что-то у меня на этой машине нету, должна была быть. Не понял. Как так вышло? А, под другим пользователем. Черт, жалко. Короче говоря, вы можете, например, создавать… Когда вы создаете виртуальные машины, вы можете говорить, «А у меня еще второй сетевой адаптер, и он, например, относится к внутренней сети». Тогда две запущенные виртуалки будут через эти адаптеры друг друга видеть во внутренней сети, а никого не будет, и наружу это выходить не будет. Тем самым вы можете, например, когда у вас нужно смоделировать какую-то хитрую сетевую конфигурацию, делать ее с помощью виртуальных машин. Вот. Или вы можете пробрасывать туда… Кстати, в QEM это тоже можно. Я научился это делать. Пробрасывать туда USB-устройства. В QEM это даже лучше, потому что в виртуалбоксе для того, чтобы использовать USB выше, чем 1.1, вам нужно скачивать проприетарный модуль с сайта Oracle. А в QEM это так делается. Вы можете туда пробрасывать устройства. Я, например, дома после того, как купил мышку, которая настраивается только из-под винды, мышка настраивается из-под винды. Если ее не настроить, она будет сиять всеми цветами радугами, пока ее не вытащишь из машины. Я не хотел, чтобы она сияла всеми цветами радугами. Кроме того, я хотел определить на ней кнопочки. Подняюсь приложение. Приложение под винду. Что пришлось сделать? Пришлось скачать с сайта Microsoft официальную винду. Она есть. Вот он тут стоит. Поставить туда это приложение, пробросить туда USB от мышки, там его настроить, выключить. Это, кстати, довольно такая частая ситуация. Если вам прямо вот к кровфизнесу нужно какое-то виндовое приложение запустить, поработать с ним и выбросить, используйте виртуалку и все вам откроется. Виртуалку, как бы сказать, на долгое время задействовать, я бы не советовал. Ну что, показать что-нибудь? Виндуу показать? Или OpenBSD показать? Вот. Вот у нас тут загрозилась операционная система OpenBSD в коробочке. Во. Я даже пароль вспомнил. Ну вот, короче, да? Примерно так это устроено. Чего? Минус PNL. Будь добра, умри. Вот. Значит, то же самое относится там к Windows и еще к чему-нибудь. Вот. Ну не знаю, вот тут у меня QEM-то может быть есть что-нибудь? Сейчас посмотрим. QEM-у. Минус CD-ROM. Сейчас, давайте посмотрим, что у нас тут в загрузках. Есть какое-нибудь ISO или нет? Ой, да тут много всякого. Мы хотим какой-нибудь... Кстати, вот это OpenBSD. Стал 63. QEM-у минус CD-ROM вот эта штука. Минус BUD. HDD. Мне кажется, этого достаточно. Чего? Какое именно HDD? Да нет, ему и так достаточно. О! Вот это же виртуалка. Я в виртуалку загрузил с Сидюка, и она сейчас мне его загрузит. Кернил Паник говорит, что им не так? Да. Что не понравилось? Ну, ладно. Можно... А! Да не должен был. Давайте попробуем этот. Сейчас посмотрим. Есть ли это загрузится? Да, этот... О, нет, видите, он всем битый. Всем все бьется. А что не так-то? Хорошо. Я знаю, я знаю, как это поменять. Вы не подумайте, это виртуалка грузится в простом фуллскрин мод. Интересно, там записывается что-нибудь, это наш ролик или нет. Сейчас узнаем. Вот у меня загрузилась прям виртуалочка, в которой... Вот, некоторые работы исполнялись. Вы не подумайте, я не компьютер выключаю, виртуалочку выключаю. Упс, вот она закончилась. Какие-то настройки. Я делал в том, что профилировал эту машину для запуска именно вот этой виртуалки, и, возможно, что-то такое ему требуется указать в командной строке относительно параметров ядра. Ну, вроде пишется, смотрите. Вроде пишется. Посмотрим, что будет на ролике. Ну вот. Вот вам, пожалуйста, ситуация, когда мы используем виртуалку для того, чтобы работать. И все, что надо, в ней делаем. Значит, что у нас осталось не обговоренным? Осталась не обговоренным такая штука, как запускать виндовые программы прямо под линуксом и вообще какие-то иные программы прямо под линуксом. Например, программа по другой архитектуре. Без того, чтобы делать, значит, изолированное окружение. Ну и, пожалуй, все. Если какие-то вопросы, задавайте. На самом деле, на куёме есть тоже такие виртуальные обертки, эти виртуальные менеджеры? Да, да. Есть, есть. Да, извините, я просто ими не пользовался никогда. Я с коем всегда из команды строки работал, потому что я, собственно, виртуалбокс использую за его морду, что там чик-пук-шмяк и работает. Да, а куёмы я использую вот для того, чтобы, ну, вот сейчас покажу. Вот этот гвест, он выглядит вот так вот. Что-то, что-то какой-то аус. А, понятно, чтобы звук был. Вот. Во. Это запуск куёмы со всеми возможными параметрами. Это и была не моя идея. Это один из наших сотрудников так сделал. Тут даже почти все параметры, я знаю, что означают. Некоторые из них я даже сам делал. Вот это, например, проброс конкретного USB-устройства в куёму. Вот. Такая вот штука. Ладно, если есть еще вопросы, замечания, задавайте, а то мне уже бежать пора. Нету. Окей. Тогда, значит, в следующий раз у нас либо разговор про право доступа и процессы, которые мы пропустили, а там интересно, потому что там, помимо обычных прав доступа, есть еще всякое современное. Вот. Не вполне понятно изначально. Вот смотрите, право доступа простые, а кто, например, вам флешки монтирует и почему? Потому что флешка – это устройство, так просто ее не смонтируешь. Вот. Или, например, ну не знаю там, почему вы можете управлять громкостью? Потому что на самом деле соответствующее устройство, оно вам не принадлежит. Или все-таки оно принадлежит только вам? Ну, в общем, эти вопросы мы решим тогда в следующий раз, когда до него доберемся. Вот. На чем тогда спасибо? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok